Доброе утро, вы слушаете Финам.Ф. Меня зовут Елена Лихачева. Здравствуйте. Когда год за годом твердишь о своем намерении что-то сделать, и тебе уже тошно от того, что никак не можешь на это решиться, гораздо проще убедить всех, что ты уже это свершил. Многие люди так и делают, но только не наша сегодняшняя героиня. 15 лет назад она занималась литературой, если точнее, на боковедении. Теперь она является владелицей агентства контекста рекламы с оборотом в 30 миллионов долларов в год. Здравствуйте, Мария. Доброе утро. Ну давайте послушаем рубрику статус, потом начнем. Да, кстати, вы не догадались, чья цитата прозвучала вначале? Ну так, логически, логически, понимая, что может ведущая в вашей связи привести какую цитату? Литературная, да? Литературная, да, это не я такая умная. Это на бок. Это вам такой респект ваше прошлое. Знаете, у меня такой странный вопрос, мне просто лично интересно для начала. Вы никогда ни разу за последние 10 лет не жалели о том, что вы не остались на боковедом? Да, на боковеде. Представляете, как бы сейчас выглядела бы ваша жизнь? Вы были такой сейчас, наверное, летящий воздушный. Вы сейчас, конечно, вы летящий и воздушный, но как-то по-другому вы летящий и воздушный. Вы, наверное, сейчас до сих пор жили в Санкт-Петербурге, изучали бы творчество великолепного Владимира Владимировича. Да, точно не в Санкт-Петербурге, а карьера мне такая научная виделась 10 лет назад, даже уже побольше. В 1997 году я предполагала уехать в Америку, жить в таком маленьком университетском городе. И очень ясно я себе все это представляла, как домик со стеклянной стеной, выход в сад, веранда. Тоска застрелиться. Да, да, книги, библиотеки, научные конференции. Надо сказать, что не тоска, все это было довольно интересно, но в сравнении с тем, что я увидела здесь, в России, вернувшись из Америки, увидев, как здесь развивается интернет, увидев возможности интернета, в сравнении с этим, да, показалось, что это тоска зеленая. И в науке, конечно, можно много интересного сделать, но скорее в науке прикладной, а не в такой вот условной науке, как история литературы, как филология. Поэтому, вот, столкнувшись с реалиями российской действительности конца 90-х и интернета в России, развития, темпов развития, конечно, мне захотелось все забыть, все оставить, никакой науки уже, никакой Америки, остаться здесь и заниматься тем, чем я занимаюсь сейчас. Вот если я вас сейчас попрошу вспомнить одну только историю, одну, представьте, да, вы, допустим, в качестве эпиграфа к своим мемуарам, лет, наверное, там, ну, допустим, через 40, да, вы пишете маленький эпиграф голове, которая как раз посвящена вашему приезду из Америки сюда в Россию, какую-нибудь небольшую маленькую историю, которая вам запомнилась из того периода, который, может быть, может быть, характеризует наилучшим образом вот тот период и ваши отношения к нему сейчас уже отрефлексированные такое, да? Вы знаете, я, вернувшись из Америки, занималась интернет-маркетингом и продвижением небольшой провайдерской компании в Санкт-Петербурге. Сити, как она называется? Нет, никакого Сити Лайн еще не было, это была очень маленькая компания питерская, мы были веселыми ребятами, сидели все в одной комнате, и директоры, и маркетинг-директоры, и программисты, и делали одно веселое дело, ночами не спали, все придумывали, как сделать все получше, какие-то акции, могли вот остаться на выходные и все поделать что-то руками, но мечталось мне тогда, конечно же, это даже не мечта, это как если бы я мечтала, чтобы мне позвонил президент, да, я мечтала о том, чтобы работать в компании Сити Лайн, вот мне казалось, вот эти люди в Москве делают волшебные вещи и все, и, в общем, ничего для этого, чтобы работать с ними я не делала, но однажды, вот мы сидим все в одном зале, делаем свое дело, и вдруг секретарь говорит, Маша, тебя к телефону, тебе звонит владелец компании Сити Лайн, и я на негнущихся ногах иду к этому единственному телефону в комнате, и он говорит, Мария, я много о вас слышал, и, в общем, я хочу принять вас на работу, я могу прилететь в любое время, вы можете прилететь в любое время, ресторан, какой кухни вы предпочитаете, но давайте уже выходить к нам на работу. А за что такие преференции в вашей стране? За те достижения, которые были, ну, мы вот в этой небольшой компании, компьютерной сети она называлась, интернет-провайдерская компания, действительно применяли разные интересные вещи для продвижения, поскольку все это новое, интернет новый, и интернет-провайдерская компания как новый бизнес, то креативили много, много креативили, много придумывали необычного, и именно это понравилось людям, которые посмотрели со стороны. Во-первых, таких людей было просто наперечет, очень-очень мало, во-вторых, действительно, ваши таланты теперь уже точно не безызвестны. Мария, как думаете, а вот такого рода история, это реалии исключительно 90-х годов, или сейчас такие вещи происходят? Просто, знаете, вот очень многих интересует, особенно те, кому сейчас 20-25, ну, может быть, даже и 30, да, вот они все думают, вот если действительно очень сильно хотеть визуализировать себе вот эту вот картинку, да, как вы, например, вы же сказали, что вы ничего особенного не делали для того, чтобы попасть в Ситилайн, да, и не осуществить свою мечту, да, просто вы этого очень сильно хотели, и раз, и получается, а кто-то вот хочет, 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 и не получается. Вы знаете как, это две разные вещи. Одна понятная для меня вещь, что действительно я сторонник этой теории, что желания должны быть визуализированы, ясные, четкие, понятные, и опыт многих людей вокруг меня говорит ровно об этом, что только те, кто ясно представляет, чего они хотят, и путь к этому хотению или там к этой цели, только они и достигают ее. То есть ее нужно сформулировать сначала ту цель, потом сформулировать шаги, которые ты собираешься сделать, делать их, визуализировать, и только потом приступать к осуществлению мечты. И потом это как бы уже реально движение происходит только в таком случае, когда ты рельсы проложил, цель обозначил, рельсы проложил, и тогда можно доехать. Это одна часть вопроса. Это не шаманство какая-то, не глупость вот это вот все, когда люди сидят и по-настоящему визуализируют, как картинка себе в голове рисует. Может, это все чушь? Мне кажется, что жизненный путь или творческий путь или бизнес-движение, они все равно не происходят, если рельсы не проложены. Шаманство не шаманство, но невозможно блуждать в темноте и невозможно добиться чего бы то ни было, какого бы то ни было результата, если ты ясно не поставил перед собой цель, чего бы ты хотел добиться. Но мы возвращаемся к вашему вопросу про 90-е. Просто пути достижения целей в 90-е и сейчас совершенно разные. Действительно, мы все, наверняка и вы, и я в том числе, знаю много историй людей, которые что-то делали в узкой области или в широкой области, были известны какими-то талантами. И в тот момент, с моей точки зрения, социальные лифты ездили гораздо быстрее, веселее и активнее. Они были, по крайней мере. Их было много. И их было много. И я знаю массу историй о том, как деятельные, живые, талантливые, молодые, зачастую даже без образования люди, оказались на очень высоких позициях. И сейчас там движутся все выше и выше, достигая все большего. Большая часть из них, или там существенная часть из них, в общем, даже не имеет никакого специального образования. А сейчас? Другая история сейчас. Да, и даже если посмотреть на... Вот из моих глаз, да, я думаю, 10 лет назад я вот таким странным образом оказалась директором интернет-компании. Сейчас, когда мы нанимаем людей в компанию свою, даже вот в наш не очень большой бизнес... Все равно 60 сотрудников. Да, 60 сотрудников. Но все равно в этот момент мы думаем о том, какое образование у этого человека. И человек живой, деятельный, который придет сейчас и расскажет, как он много чего интересного сделал, зачастую может оказаться, что он нам не нужен. Нам нужен тот, кто учился, тот, кто думал в правильном направлении, у кого хорошо бы был опыт небольшой в этой же области, да, и потом он пришел бы к нам, а мы научили бы его, как там двигаться с нами вперед. Вам не хочется переучиваться и... Не хочется переучивать. И потом, чтобы он ушел, да, прихватив нескольких лучших сотрудников. Да. То есть вот опасаетесь таких вещей. Да, в том числе и таких вещей. То есть слишком умные, слишком активные, слишком те, которые уже что-то сделали, да? Получается так, да, что в построенных бизнесах нужны люди, которые... Ну, нужны профессионалы в каждых отдельных областях. И так после того, как вы стали директором по маркетингу CityLine, вы какое-то время проработали еще наемным менеджером в разного рода компании, в том числе и в Мэлэрупа, да, по-моему, вы работали. А потом вы решились на то, чтобы уйти в свободное плавание и стать свободным таким предпринимателем. И сразу начали с такой практически неосвойной еще ниши, да, как контекстная реклама. Вот сейчас это словосочетание кажется, что все знают, что это такое, хотя еще будем разбираться, знают ли на самом деле, что это такое. А тогда это как это было, дикость какая-то была, да? А как вы решились, почему выбрали именно эту нишу? Вы знаете, мне вообще нравилась интернет-реклама. И мне нравился интернет-маркетинг и интернет. И было совершенно очевидно в тот момент, что ничем другим я заниматься не хочу. И те возможности, которые были в интернете, и та свобода, и вообще какая-то внутренняя Монголия, которая была для всех, кто интернет-бизнесом занимался 10 лет назад, я ее очень ценила, она мне нравилась. Но там опыт работы и в Мэйл.ру, и впоследствии в Лайкосе показал мне, что есть виды интернет-рекламы, которые, я считаю, как мне были непонятны. Медийная реклама для меня вообще и по сию пору остается террой инкогнитой. Я подозреваю, что, наверное, в ней есть какой-то прок и польза. Смысл. Да, но тогда и сейчас тоже она, мне кажется, в общем, областью некоторого шаманства и какого-то мэджика и волшебства. Что-то там происходит. Давайте вот здесь я вас прерву, поясните так коротко для слушателей, которые, может быть, не совсем понимают разницу между контекстной и медийной рекламой, но это важно для того, чтобы нам потом разговаривать на одном языке. Говоря о медийной рекламе, да, я говорю о рекламе визуальной, баннерной, которая вот показывается на первых страницах в лоб, большие красивые креативы крупные, они могут быть там на первой странице Мэйл.ру, на первой странице Яндекса, на внутренних страницах. Ну вот мы говорим о баннерной, визуальной, красивой рекламе, которая показывается... Которая очень похожа на телевизионную рекламу и называется медийной. Которая с чем-то похожа на телевизионную рекламу по сути своего информационного сообщения. И называется медийной. Воздействие. Вот. И в тот момент, это было лето, как раз 2002 года, и мне совсем уже не хотелось работать, и я поняла, что работать по найму я уже больше не хочу никогда, а чем заняться я не знала. И первый раз в жизни я позволила себе выйти вообще из привычного образа жизни. Я стала ходить в бассейн, перестала работать, ходила заниматься к художнице, рисовала, встречалась с подружками, сидела дома и вот размышляла о том, чем бы мне хотелось заняться. И каким-то таким образом открыла свой слух и глаз мирозданию, чтобы оно сообщило мне как-нибудь сверху, чем бы вот мне заняться. Так, стоп. Какие еще техники вы применяли, кроме хождения в бассейн и разговора с подружками? Наверняка тут не обошлось. А, так. Еще голодание. А, еще голодание. То есть открывает, да? Да, да, да. Все чакры открывает. Вот. И один... И много разных предложений было. Вэтмен действительно интернет, такое место, вот, не просто 90, а именно интернет был. И остается таким местом, куда палку не ткни. В общем, можно... Оно зацветет в дерево, потому что ниш еще очень много и по-прежнему много. На тот момент вообще бесконечная была прорва ниш. Вот. И один из моих знакомых, даже, в общем, не близких друзей, а знакомых, Лев Глейзер, владелец на тот момент медийного крупного, крупнейшего агентства медийной интернет-рекламы «Идводь», сказал, а вот давай делать такую вещь странную. Агентство контекстной рекламы. И мне показалось, и до сих пор продолжает казаться, я в этом абсолютно уверена, что контекстная реклама как эффективная вещь, такая вот нужная всем. Нет бизнеса, нет рода занятий, нет никого, кому не нужна была бы контекстная реклама. Она для всех эффективна, для всех работает. И заниматься ею чрезвычайно мне было приятно, потому что вот я вижу, что тут нет никакого шаманства, нет никакого мэджика. Здесь все очень понятно, все считается. Это все на стыке рекламы и математики, да, в большой степени. Реклама, маркетинга, математики, все подсчитано, все можно в таблице свести, эффективность этого увидеть. Показалось мне неимоверно интересной, и так и началось агентство контекстной рекламы и контекст. А вот вы, например, встречаетесь с каким-то человеком, который не понимает, что такое контекстная реклама, вы ему как-то доступными простыми словами можете объяснить? Вот сейчас, например, я думаю, что многие из наших слушателей, даже если они думают, что они понимают на самом деле, что такое контекстная реклама, вполне возможно в их рассуждении внутреннее на этот счет закралась какая-то ошибка. Поясните, что есть контекстная реклама, чем вы занимаетесь уже много лет. Вы знаете, у меня на эту тему есть анекдот тоже отдельно, потому что это правда действительно большая проблема. Иногда я вынуждена просто говорить, я занимаюсь рекламой. И там, поясните, в интернете. А один мой приятель, у него был интернет-аукцион в Санкт-Петербурге, и он однажды затопил соседа. Сосед пришел такой в майке, с цепью, такой в татуировках, и говорит, да ты, да ты кто такой вообще, ты чем занимаешься? А он подумал, я даже не знаю, как ему объяснить, кто я и чем я занимаюсь. Интернет-аукцион. Вот, также и контекстная реклама. Зачастую трудно объяснить. Но если вдаваться, и по-простому сказать, как я это говорю, вот вы поиском пользуетесь, пользуетесь, результаты поиска в себе представляете? Представляете. Чаще всего то, на что вы кликнете, уходя из результатов поиска по своему запросу, это и будет текстовая, контекстная реклама. Пример. Мне, например, нужно сделать ремонт на кухне. Я забиваю, да? Ремонтные работы. Ремонтные работы. Кухня, встроенная мебель. Вы увидите в результатах поиска под цифирками органическая выдача поиска, а все, что окружает эту органическую выдачу с цифрами, это все и будет контекстная реклама. Она будет справа, она будет наверху, над результатами поиска, и зачастую она будет точнее соответствовать вашему поисковому запросу, чем даже органическая выдача. Вот этим вы и занимаетесь, да? Мы занимаемся тем, чтобы придумать для каждого бизнеса слова, на которые это объявление показывать, составить это объявление и разместить это объявление. А дальше уже за этим стоит целая огромная история, как сделать так, чтобы эти объявления работали для бизнеса. А где работает автоматизированная система, где работают ручки и мозги? Смотрите, понятно, что есть механические вещи, потому что контекстная реклама, одна из основных ее частей, состоит в том, что цена ее не фиксированная, а аукционная. Следовательно, есть ставки, есть много участников, и все это пошло от того, что не все слова одинаково ценны и не все слова одинаково востребованы. То есть есть слова, на которые нет рекламы или мало, есть те, на которые много, и тогда происходит торговля между участниками, сколько они готовы заплатить за покупателя по тому или иному слову. И механика возникает там, где есть очень много слов, на которые нужно разместить объявления. Механика возникает там, где механические автоматические действия, там, где нужно переставлять ставки, управлять ставками. А вот голова возникает там и остается там, и никуда не будет деваться, где без нее никак нельзя. А именно выбор слов для каждого бизнеса будет все равно производиться людьми. Никакая система, никакой искусственный интеллект эти слова не придумает. она может помочь расширить список слов в определенной тематике. Такие лингвистические системы умеют это делать. А менеджер и человеческая голова придумать слова, придумывать объявления и дальше считать, выставлять задачи к контекстной рекламе, потому что никому на самом-то деле не нужны переходы, никому не нужны клики, никому, никакому бизнесу не нужны слова. Как не нужны переходы и клики? По ним же оплата в основном происходит. Да, но какому бизнесу нужны переходы и клики? Бизнесу нужны покупатели, бизнесу нужны, там, не знаю, регистрации, нужны покупки, звонки, заказы. Вот это все нужно бизнесу. И вот контекстная реклама один из самых, почему она такая востребована, почему такая популярная? Потому что это один из самых простых способов подсчета, эффективности вот маркетинговых вложений именно в пересчете на покупки клиентов, регистрации и заказы. А всегда ли возможно подсчитать вот эту конвертацию, да, из маркетинговых усилий, да, в конкретные какие-то покупки? Всегда. На самом деле всегда. Если есть сайт и если есть, ну, вообще, если есть магазин на сайте, то вообще всегда все можно подсчитать. Откуда приходили люди, как они возвращались, сколько времени они думали, способов подсчета данных и фильтров, которые вообще можно настроить, они бесконечны. И вот что бизнесу надо узнать о себе, если он целиком онлайн, все возможно узнать. Действительно непонятно. И для многих бизнесов такой вопрос стоит. Стоит ли тратиться на поддержание сайта, на продвижение его, да, разного рода способами, в том числе и на контекстную, естественно, рекламу, да, если потом непонятно, как считать. Есть ли, может быть, такие системы где-нибудь уже, которые могут завести онлайн, оффлайн в одну какую-то сеть и потом выдать результат? Смотрите как. Универсальная система, которая бы связала оффлайн продажи и онлайн активность, такой вот универсальный для всех, да, пока может быть и нет, как 1С, да, существует, в общем, для всех бизнесов для учета бухгалтерии, вот так вот такого инструмента, может быть, не существует, но точно появится, потому что у каждого бизнеса есть спрос именно на это, как увязать оффлайновую сейлс-активность или все продажи оффлайновые и онлайн-маркетинг. При этом для того, чтобы исследовать и подсчитать всю именно онлайн-активность и как она привела к продажам, вот для этой отдельной части одной, конечно, инструменты есть. И поэтому, ровно поэтому интернет-маркетинг в целом и контекстная реклама в частности, они настолько прозрачны, эффективны и всеми востребованы, потому что можно в этом случае подсчитать все, что угодно. В том моменте, в котором, в том случае, о котором говорили ваши гости вчерашние, есть ведь масса разных довольно простых решений, да, кто мешает завести два разных телефона. Вот компании часто в это упираются. Они говорят, у нас один телефон, и мы не знаем, вот мы продвигали в интернете, и он же у нас висит на растяжке, мы не понимаем, откуда пришел пользователь. А что мешает завести два телефона? Да, сразу тебе сразу понятно. Мешает завести телефон для разной страницы, да, первой страницы сайта, продвигать их, одно из самых простых первых решений, сделать несколько первых страниц и продвигать их разным способом, а там разместить разные телефоны. У всех же сейчас цифровые телефоны. Ну да, телефоны сейчас недорогие, прямо скажу. И один префикс, ну, последняя цифра меняется, и всегда можно подсчитать, как это конвертировалось, например, в звонки. А если есть интернет-магазин, то там нынешние инструменты, которые представляют и сами большие системы, такие как Яндекс или Гугл, системы подсчета любого рода конверсии в любой, по любой маркетинговой активности. То есть вот тут размещали баннеры, стало столько звонков. Тут размещали, не знаю, контекстную рекламу, стало столько покупок. Вот такие инструменты существуют. Они универсальны, все ими сейчас пользуются. И нет бизнеса, который размещал бы интернет-рекламу, не пользуясь инструментами подсчета эффективности этой рекламы. Вот, кстати, по этому поводу пишет Александр. А зачем мне, собственно говоря, агентство размещать контекстную рекламу и следить за ее эффективностью может любой человек даже без высшего образования? Это правда. Это правда может следить... Как, как? Я думала, сейчас вы скажете, да вот что? Когда речь идет о том, что бизнес не очень большой, и деятельность этого бизнеса описывается пятью-десятью словами, то и правда бизнесу разумнее взять кого-то себе внутрь, кто будет заниматься продвижением, там, в поиске по этим пяти-десяти словам. Когда бизнес компании описывается, например, миллионом слов, а такие бизнесы есть, например, авиабилеты, можете себе представить, сколько направлений? Конечно, слов и словосочетаний, потому что есть сочетание слов, есть сочетание городов, есть страны плюс города, авиабилеты, даты, то есть вот огромные слова. Или, например, какой-нибудь классифай, такой, как из рук в руки. Да там вот наш клиент Авито. Или магазин Озон книжный. Вот сколько слов, авторов, названий книг, направлений, и все это в сочетаниях, еще в словосочетаниях. То есть это реально миллионы слов. Никакой один человек с высшим образованием. И даже, пожалуй, штат. И даже шесть человек с этим не справятся. Или, допустим, компания Рольф, у которой очень много марок, брендов. Внутренне живут разные типы активности для каждого бренда. Еще и марки автомобилей внутри каждого бренда. Вот это огромный массив слов, конечно, по таким компаниям, по такому продвижению. А назовите, пожалуйста, вот крупнейших из ваших клиентов, у которых было под миллион слов. Вот мы работаем, например, с компанией Авито, крупнейшая, большая барахолка, не барахолка, классифайт, но где люди продают все. Да, кстати, можно почитать интервью с этим человеком, который, я забыла, как его? Филипп. Финфин. Ну, не важно. Который сделал этот сайт, и у нас на сайте можете посмотреть, действительно интересно. Вот, там AnyWay, AnyDay, да, сайт с билетами. Компания Rolf, это не прямой наш контракт, но мы вот ведем все их бренды, и это, правда, очень-очень большой объем работы. А вы, кстати, спрашиваете, а назовите, пожалуйста, средний бюджет, с которым вы работаете именно в контексте. Ну, просто, на самом деле, вопрос-то хороший, потому что есть же такое мнение, что бюджеты в контексте, они какие-то там мизерные, по сравнению там с медийкой то же самое. Вы знаете, мы когда, я когда начинала агентство, вот, iContext, коллеги мои, там, знакомые, которые занимались медийной рекламой, владельцы, владельцы, да, крупных интернет-агентств, они очень смеялись и говорили, ну, какой, Маш, это там средний бюджет, 350 долларов? Вот, когда будет 100 тысяч долларов в год, тогда и можно будет разговаривать. Сейчас, конечно же, все очень зависит от бизнеса. То есть нет среднего бюджета. Есть бизнесы локальные, у которых действительно траты могут быть не более, там, не знаю, 30 тысяч рублей в год. А вы берете за такие? Мы беремся за сложные задачи, да, которые не всегда вот деньгами выражаются, мы беремся за сложные, интересные задачи. Вот, а в том случае, когда вот у бизнеса пять слов и небольшой бюджет, и немного переходов ему нужно по невысокой цене, ему, правда, не нужна помощь агентству. Вот, а бывают бизнесы, у которых средние траты действительно, может быть, даже миллионы долларов в год. Да, просто потому, что весь бизнес живет онлайн, и тогда эта контекстная реклама, это не просто еще один медийный канал по привлечению, а это основа бизнеса. То есть вот основа бизнеса – это привлечение пользователей интернета. А вот тут конкретно такая есть просьба от Олеси. Мой брат замечательно готовит к ЕГЭ по математике. Он кандидат наук. Посоветуйте, как ему продвинуть себя в сети. Вот просто вот сходу можете какие-то слова? Слова, конечно. Подготовлю к ЕГЭ по математике. Таких запросов, наверное, много, они очень дорогие. Нет? Во-первых, они локальные, да? То есть спрос, мы понимаем, он весной возрастает, летом спадает, осенью постепенно начинает нарастать. Дальше, помимо того, что можно… Его основной запрос, на который он должен был бы рекламироваться, подготовлю к ЕГЭ по математике, его можно сузить, там, сказать, задать таргетинг географический, его можно и механически задать, или словами, сказать, в Москве, или в определенном районе Москвы. Понятно, спасибо за практический совет. А с кем это, да? Не знаю, с Гуглом, с кем? С бегуном, с Яндекс.Директ? С кем? И Яндекс, и Гугл в этой ситуации позволят ему даже не делать сайт, а сделать визитку, на которой будет вести объявление, на котором будет, там, не знаю, только адрес и телефон. А если выбирать между Яндекс.Директ и Гуглом, кого бы посоветовали? Нет такого выбора. Нет такого выбора, потому что все это поисковые запросы, и люди, которые ищут. И люди ищут и там, и сям, или некоторые ищут только в каждом. Каждый один в Яндексе, другой в Гугле. Поэтому никаких разграничений здесь нет. Так, еще вопрос. Вы говорили о незанятых нишах, которые существуют в интернете до сих пор, а нельзя ли поконкретнее? Ну, сейчас это же очень модная тема интернет-стартапы. Да, уже, по-моему, чересчур модная, какая-то надутая, и, по-моему, все это скоро плохо кончится. Как несколько лет назад кончилось в интернете. Мне тоже так кажется, но одновременно с этим, как сказать, пена сойдет, а то, что действительно есть, и то, что нужно, оно останется. А вот что нужно, но еще не сделано? Есть ли какие-то мысли по этому поводу? Ну, вот, например, то, о чем я говорила, да, это то, что в моей вот области, в которой я смотрю с большим интересом, последние два года говорю о том, что нужно бизнесу, живущему онлайн и оффлайн. Ему нужна связка, которая позволит считать маркетинговую активность в привязке к оффлайновым его продажам. Вы считаете, что нужна какая-то платформа? Платформа. Платформа и желательно универсальная, недорогая, которая действительно есть западные серьезные истории, какие-нибудь там компании Amnitur предлагают серьезные решения для очень больших бизнесов. Но это дорогие, сложные платформы. А нужны недорогие, которые все-таки работали? Да, которые работали для мелкого бизнеса, которые, ну, как есть платформа, не знаю, Bittrex для создания магазина, так нужны необходимые брендированные универсальные платформы, где каждый оффлайновый бизнес, имея онлайновый бизнес, мог бы все это увязывать вместе, соединяясь со своими, не знаю, рекламными каналами. Понятно. Спасибо, Мария. Мы в прямом эфире 5533, номер для ваших смс-вопросов. Мария Черницкая, она сегодня в гостях, признанная эксперта в области интернет-рекламы, дама, которая пять лет назад была признана интернет-человеком десятилетия по версии Рамблера. Она основательница агентства контекстной рекламы, это было первое специализирующееся именно на контексте, на контекстной рекламе. Агентство сделано у нас в России, 60 человек на данный момент работают у него в компании, 30-35 миллионов долларов оборот в год. А маржинальность какая? Назовите просто вилку, чтобы так понимать. Это не очень высоко маржинальный бизнес, все об этом знают, но все-таки хотелось бы знать конкретно. Это все-таки проценты, даже не десятки процентов. Хорошо, спасибо. Вы сколько уже, получается, 9 лет занимаетесь именно предпринимательской деятельностью, то есть такой бизнес собственный, хотя вы не единственный владелец, в соучредителях есть еще. Да, я как бы управляющий директор, директор и акционер в одном лице, но у меня есть партнеры, акционеры. Вы сильно поменялись? Все-таки, знаете, в прошлой жизни вы были дамы, которые изучали Набокова, это совсем какая-то другая жизнь, другой стиль жизни, и какие-то другие были планы, мы об этом говорили в начале программы, а теперь вы такой зубастая, такая акула, бизнес-леди, в хорошем смысле слова. Вы знаете, то, чем ты занимаешься, меняет тебя, хочешь ты того или нет. Может быть, мне бы не хотелось измениться так, как изменилось, но, конечно, есть большая разница между мной, которая занималась Набоковым, сидела в библиотеке, писала работы, и максимум, что делала такого страшного и смелого, это выступала перед 20-ю другими такими же учеными-грибами, с какими-нибудь инновациями и находками в текстах Набокова. Вот, а теперь, да, есть большая разница между тем, что было тогда и что происходит сейчас. А давайте попробуем понять, а вот вы как изнутри думаете, в чем вы изменились? Как меняет российскую очень красивую, интересную, умную, с хорошим образованием девушку российский бизнес как меняет? Вы знаете, как? С одной стороны, ты понимаешь, что гораздо больше свободы, то есть ты можешь все, и это одна часть как бы собственная, что вот, оказывается, можно гораздо больше, чем ты думаешь, сидя в библиотеке и там только представляя себе какие-то волшебные вещи. С другой стороны, становится понятно довольно быстро, что никакие бизнесы, никакие свершения не делаются в одиночестве. То есть нужна команда, и только если она есть, вот iContext — это не только я на сегодня, это команда людей самого разного рода, и эти 60 человек — это команда людей, то есть это не просто отдельные люди, каждого из которых можно заменить завтра, это совсем не так. это интересные люди, которые работают вместе и работают, потому что им интересно это делать. Но я сейчас не про команду спросила, я спросила, как вы поменялись. Ну вот я для себя открыла... Ученый ведь он же всегда скорее один, то есть я для себя открыла, помимо того, что... То есть вы немножко отошли от такой индивидуалистической позиции, да, в жизненной. И стало понятно, что... К сожалению, открываешь, что, в общем, все больше ты остаешься в одиночестве одновременно с тем, что у тебя на работе есть команда, но вдруг открываешь, что ты же замужем за своей работой, и кажется сначала, что время бесконечно, и его очень много впереди, а потом вдруг открываешь глаза и понимаешь, что вот уже большая часть жизни пройдена, и она пройдена замужем за работой. Скажите, пожалуйста, а женщины, которые занимаются бизнесом именно в России, они как-то... У них какие-то особенные отношения с мужчинами? Они как-то отличаются от... Мне кажется, что в России, не в России, это, в общем, никак не связано. Никакой специфики российской нет. Никакой специфики нет. Люди, которые наблюдают со стороны, да, говорят, что да, какие-то специальные. Я специальных не вижу. Мне кажется, что есть люди и люди, и половая принадлежность здесь не так важна. Другое дело, что точно абсолютно... Я недавно выступала на Startup Woman и говорила девушкам, которые хотят начать свой бизнес, что можно это делать только тогда, когда ты понимаешь, что готов отдать всё. Как всё? Совсем всё? Совсем всё, да, потому что никакой бизнес не живёт, если кто-то один не будет думать о нём 24 часа в сутки и будет нести всю ответственность, да, и взлёты, и падения, переживать как свои личные, и вот строить его, думая об этом, 24 часа в сутки. И от того, что я вижу вокруг, я вижу, что так происходит во всех бизнесах. Неважно, мужских, женских, есть кто-то. Сначала один, потом это, не знаю, команда людей, которые думают только об этом, и только тогда бизнес растёт. Потом, может быть, эти люди отходят в сторону, приходят другие, и тоже начинают думать об этом 24 часа в сутки. То есть от гендерной каких-то привязки и тут ничего не зависит? Не знаю. Мне кажется, что есть специфика женского бизнеса, да, то есть там, может быть, женщина-директор. Недавно была очень смешная история, когда мы интервьюировали молодого человека, кто-то из сотрудников моих, на должность менеджера, и он говорит, ну что ты знаешь о нашей компании? Он говорит, а что я знаю? Я знаю, у вас женщина-директор. Вот. Но, может быть, просто когда женщина-директор, то, может быть, я как бы как мать-хозяйка, да, я в офисе своём и больше забочусь о людях и думаю о них как-то как, скорее, как мать о детях, чем как... Вы о ком больше думаете? О девочках или о мальчиках? Обо всех. Обо всех. На самом деле, все мои сотрудники мне дорогие, и я не как мужчина-полководец, который думает, тут мои отряды заградительные, тут нападательные и так далее, а скорее как вот о семье и о... Все они есть. Вы знаете как? Наверное, мне реально очень повезло не потому, что даже какие-то люди специальные меня окружают, а потому, что интернет очень специальная ниша. Вот в нём оказались другие люди. Не понимаю, почему, наверное, можно... То есть понимаю, но это целая история, разбираться почему. И там действительно вот эта гендерная как бы привязка, она как-то нивелирована, по-моему. Она нивелирована, во-первых. Во-вторых, конечно, вот сейчас, когда я смотрю, как развивалась компания, и кто оказался... Вот когда-то это были там... Была я и ещё один мой партнёр, там, Тимофей, с которым мы начинали это дело. Потом было много девочек, потому что, казалось бы, рекламное агентство и такая женская работа, коммуникации с клиентом. Потом оказалось, что работа очень интеллектуально ёмкая. И вот сейчас, когда я смотрю на этот сексуальный как-то, половой состав, да, по полу, гендерный состав компании, оказывается, то, что мальчиков больше, чем девочек. И правда, девочки готовы дольше и внимательнее, и скрупулёзнее делать вот такую работу, в которой нужно больше внимания, но без головы и ума мужского, который здесь непременно нужен, и в интеллектуально ёмких бизнесах без мужского ума никуда не денешься. Вот, поэтому я бы не подписалась под этими словами, о которых говорил ваше предыдущие гости. Это очень хорошо, как-то мы уравновесили, потому что, если честно, вот такого рода высказывать меня на самом деле как-то пугает. И если честно, я думаю, что если они и существуют, может быть, да, не в интернете, вот такого рода реалии, да, а может быть, в большей степени в оффлайне, то виноваты мы сами. Мне кажется, что это правда идёт от женщины, которая говорит, что-то тут все дураки, дайте я сама всё сделаю, ну-ка отойди, не стой, ты тут в носу ковыряешь, и всё. Я как раз сторонник того, чтобы доверять другим людям и понимать, что вот я не хотела бы нести этот груз ответственности за такую большую компанию одна, да, и я понимаю, что его не построишь команду иначе, если не существовать в доверии, если не выбирать партнёров, не доверять партнёрам. Которые можно делегировать очень большую ответственную часть. Да. И просто снять себя, наконец уже. Вот вы говорили о том, что одновременно со свободой вы получили какую-то степень одиночества, да? А чем вы ещё заплатили за свободу предпринимательства? Вы знаете как, вот тоже на Startup Fulman я об этом рассказывала, что у меня есть дочка Ксения, ей уже 19 лет, а мне кажется, что вот я помню, как она родилась, и вот сейчас она уехала от меня жить, учиться за границей. А что было в середине, я помню такими флэш, какими-то вспышками, очень короткими и маленькими, вот там несколько раз мы куда-то ездили отдыхать, и это я помню. А что было между отдыхом, тоже не помню. Там 1 сентября прибежала на 15 минут, когда вручали диплом, пришлось выйти, говорить по телефону, аттестат, пришлось выйти, говорить по телефону, пропустила этот момент. То есть вот близость с детьми и вот такое воспитание, вот это, к сожалению, тоже одна из... Есть какая-то вина по этому поводу? Не то, что вина, нет, я просто осознаю, что вот так оно происходит. Вот так получилось? Да. Ой. Знаете, давайте я еще буквально несколько вопросов задам, которые сайты, а потом у меня еще будет к вам один такой заключительный вопрос. Мария, вы не думаете, что обилие непрофессионалов и просоролотанов убьет рынок контекст в России очень скоро, может быть, уже пишет Валентина? Это мы так вот закольцовываем теперь уже такие вопросы. Вы знаете как? Нет профессионалов. Откуда они возьмутся? Вузов, которые учили бы, именно там, не знаю, обучали этому, нету. Или есть какие-то факультеты, где учат интернет-маркетингу в целом, да, а там контексту нет. Сейчас мы все, конечно, с одной стороны страдаем от отсутствия профессионалов, а с другой стороны, что остается делать? Остается растить их, обучать людей и обучать рынок. И эта функция лежит на компаниях таких, как наши, и компаниях таких, как Google или Яндекс, которые собирают семинары, обучают людей и делают все это максимально прозрачным. Поэтому то, что есть непрофессионалы, да, они есть. Так просто ниоткуда взяться большому числу профессионалов. Так, следующий вопрос. Где учиться? Ну, это как раз вот вы сейчас ответили. То есть, в принципе, особо каких-то курсов вы, наверное, не посоветуете. Семинары и конференции, которые сейчас проводят лидеры рынка, самые разные, пусть то рекламные лидеры или производственные, площадочные. Вот это серьезные программы, потому что все заинтересованы в том, чтобы были профессионалы. Поэтому это не фиктивные уже какие-то вещи, а серьезные, продуманные программы для того, чтобы люди лучше понимали и разбирались. Как устроиться к вам на работу? Присылать резюме, приходить, мы с вами поговорим. Так, дано 10 интернет-магазинов, например, с основным товаром ноутбуки. Все расположены в одном регионе, предлагают аналогичные товары, у всех примерно одинаковый бюджет. И все ваши клиенты, кто в результате вашей работы получит больше клиентов? Спасибо, Юрий. В этом случае 60 человек у нас недаром работаем, никто не работает, не ведет два одинаковых клиента. Мы стараемся так не делать, и так у нас не происходит. Есть вертикали, и каждая вертикаль работает с своим клиентом как с единственным возможным. Да, и вертикально не пересекаются. Поэтому, что это будет у нас 10 одинаковых клиентов, что эти 10 клиентов разойдутся по 10 агентствам. В общем, результат будет одинаковый. Понятно. А какое из произведений на бок вы любите больше всего, спрашивает Ангелина? Я больше всего люблю дар. Да? Да. Почему? Это прям долгая целая история, и долго об этом можно говорить. А если попробуете в одну фразу, почему? Что так цепляет? Про автора и про творца, живущего в общем заповедном мире, но которому открывается весь мир целиком, и который умеет этот мир переработать и как-то воплотить в своем творчестве. А не любите? Из Набокова что? А тут у Саши еще как раз спрашивает, а не скучаете ли по Набокову? То есть, видимо, много поклонников Набокова среди нашей религии. Вы знаете, я не могу сказать, что не люблю, нет, все люблю, но это так давно было. Вот вы привели цитату в начале, да? А я даже не могу включиться в эту игру, которая раньше была такой интеллектуальный пинг-понг, очень легкий, и как вот все занимающиеся там филологи, очень легко можно было об этом говорить. А теперь, конечно... Жизнь совсем другая. А контексте гораздо легче, веселее и проще, и понятнее разговаривать. Что, может быть, где-то даже и жаль. Ну, почему бы и нет? Ладно, у меня самый последний вопрос. Попробуйте в одно слово сейчас сформулировать все-таки как бывший филолог, да? А тем более. Все ваши ощущения, мысли и эмоции по поводу последних 10 лет прожитых в России. Знаете, иллюзии. Мне кажется, 2000-е были иллюзиями, которые мы сами себе создавали, сами в них верили. И такие, не знаю, журналы, как журнал Афиши убеждали нас, что мы живем в европейской стране, в европейском городе, у нас такие же развлечения, не знаю, какие-нибудь музеи, Вот, кстати, человек, который имеет непосредственное отношение к Афиши, Алексей Зимин, что ли, как раз в нашем вот этом словарике оставил слово самообман. Вот я примерно туда же обмануть меня несложно, я сам обманываться рад. Вот, иллюзии, которые мы себе настроили в 2000-е, мне кажется, сейчас мы начинаем с ними расставаться. Какая самая главная иллюзия, с которой расстались вы, вы лично? Последний вопрос. С тем, что жить, что мы европейская страна, и что в Москве можно жить, как в Европе. Нет, нельзя. Мы азиат. Я не могу даже сказать, Азия, может быть, именно от стыка одного и другого Европы и Азии мы получили что-то новое, что не туда и не сюда, мне кажется, каким-то пугающим довольно. Дочка ваша учится за границей, а жить она... Там же и хочет. Там же и хочет. А вы где хотите, чтобы она жила? Точно не здесь. Мне здесь и мне всегда страшно. Мне страшно, когда она идет вечером и от метро. Ужасно. Мне-то хотела закончить на каком-нибудь позитивчике, но не получилось. Ну, может быть, и не надо. Спасибо вам огромное, Мария. Спасибо, Елена. Я приглашаю вас еще к нам на Финам.ФМ. Мне очень хочется обсудить с вами еще огромное количество тем. Мы все в одну программу, конечно же, не можем вместить. Так что будем встречаться. Мария Черницкая у нас сегодня в программе. 9 лет назад эта замечательная дама основала агентство, первое в России агентство контекстной рекламы, которое называется iContext. Теперь уже 60 человек работает в ее агентстве и 30-35 миллионов долларов оборот, хоть и небольшая маржинальность, и тем не менее попробуйте сделать то, что сделала наша сегодняшняя героиня. Мария Черницкая у нас сегодня в программе. В программе они сделали это. С вами была Елена Лихачева. Прощаюсь с вами. Счастливо.